Аюшки, всем я Квас, и у нас на экране Rebel Galaxy. Собственно, прежде чем, в общем-то, пойти выполнять какое-либо задание, я хочу вот о чём поговорить. Во-первых, вы видите на экране совсем другой корабль. Называется он Икар, и у него, насколько я понял, раз, два, три, четыре турили. Две сверху, вот вы видите, я их имя машу, и вот по бокам, раз, одна и два, одна. Также у нас четыре залпа, вот они в дыречке торчат. Прежде чем, в общем-то, куда-либо идти, я хочу вот по поводу кораблей поговорить. Когда я в прошлый раз играл, и вы там мне много гневных сообщений писали, я играл, и сразу же купил себе дорогущий корабль, который стоил, мама не горюй, там несколько миллионов кредитов, у которых было огромное количество турили, и я считал, что это супер просто бомбезная фиговина. Но, знаете, сейчас я вот поиграв в более реальном таком масштабе, без всяких читов там подобное, я понял, что на самом деле совершенно не важно, нет, точнее нет, как, важно количество турили, и от этого зависит сама игра, как будет, в общем-то, играйте. Вот. Однако, еще более важно, чем их количество, так это их расположение. Вот, в данном случае у нас, получается, две турили находятся сверху, которые могут стрелять во все стороны, вот они по кругу крутятся легко, и есть две турили, которые могут стрелять только вверх-вниз, ну и, соответственно, вбок. Что это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, что одновременно в одну сторону могут стрелять, ну, допустим, вправо могут стрелять только три турили, хотя, фактически, у нас их четыре. В принципе, это неплохо, но, с другой стороны, у меня есть другой корабль, мастодонт, который мы в прошлый раз купили. У него точно так же три турили. Так, вот он, где он, мастодонт, вот он, да. У него три турили, одна сверху, вторая чуть пониже, и третья в самом низу. Вот. В общем-то, стреляют они тоже в разные стороны. Однако, смотрите, фишка вот в чем. Видите, какая форма мастодонта? У него сверху такая достаточно обширная кабина. За счет этого передняя, передняя верхняя пушка не может стрелять назад, потому что она, собственно, упирается в кабину, и вторая верхняя, она упирается вот в такой непонятный башмак. Вот. Поэтому, фактически, у нас стреляет назад только одна турили. Самая нижняя. Вот. У Икара, соответственно, он такой, знаете, немного напоминает на барабанный дробовик. У него получается так, что назад могут стрелять только одна турили, потому что она перекрывает путь второй. Вот. Ну, а, соответственно, вверх и вперед, в принципе, тоже могут стрелять три, получается, турили. Вот эти вот две. Вот. Но, опять-таки, за счет того, что они находятся посередине корпуса, стрелять чуточку вбок они уже не смогут. То есть, если мы летим вот так вот, а корабль находится вот где-то здесь, этот турили стреляет, передняя стреляет, эта, возможно, тоже стреляет, если не переграждают ничего, а эта, в общем-то, молчит. Вот. А, вот я смотрю, Танхаузер, так сказать, расширенная версия Мастодона, да, у нее получается сколько? Шесть, нет, турили тоже четыре. Вот она, раз, турили, вот она, два, турили, и две снизу. Но две снизу, например, назад могут стрелять. Обе, те, которые здесь, собственно, стоят, нет. Так. Самая большая проблема для меня вот здесь вот, вот в этой игре, я заметил, что здесь нет характеристик корабля. Ну, написано быстро-быстро, ну, в смысле маниевременный, скоростной, класс корпуса средний. А что значит средний? Насколько он мощный? Фиг узнает. Вот. Так, отличный штурм МХ с небольшой вместимостью. То есть, Икара я пока оставлю. Я хотел Мастодону поставить, но потом я посмотрел, где расположены турили и понял, что этот пока выигрывает по характеристикам. Так, давайте посмотрим Скоробеев. Вот Скоробеев я уже нашугал большое количество. Вот у нее две турили сверху находятся, то есть, назад-вперед, пожалуйста. Турили семь. А где еще? По идее, вот здесь вот должны стоять, насколько я помню, по тем, которые я стрелял. Снизу, видимо, есть где-то турили. Так, авангард вообще мусор. У него шесть турили всего. Ну, за счет того, что вот они расположены вот здесь вот, они могут стрелять по бокам очень хорошо, удачненько. Также внизу, получается, две, по-моему, турили. И, по-моему, здесь вот сверху они монтируются. Но так как у меня на основном корабле их четыре, поэтому он показывает только четыре турили. Они не показывают, где остальные можно разместить. Тоже минус. Ну, и монтикора, самое большое, которое здесь есть, это восемь турили, которые вот... Ну, вот он показывает шесть турили. Вот здесь вот расположены, видимо, две еще на днище. А нет. Шесть. Он посередке одна. А, и вон она. Вот. Ну, вот так вот. И то вот этот турили... Ну, не знаю. Вот. Наверное, как возможность ее купить, когда появится такая возможность, я не знаю. Ну, только если из-за того, что она очень тяжелая. Вот. Бортовые порты или порты, уж не знаю, как назвать. Не знаю, как это. Так. Доп-порты, компоненты. Только ради компонентов. Вот. В общем, когда у вас появится возможность заменить вот этого красавца на мастодонта, в принципе, этот мастодонт вам сыграет долгую службу. И если у вас просто не появится возможности, или вы захотите просто перепрыгнуть, если есть разов, в Танхазер, да, он там будет стоить, если вы будете сидеть на мастодонте, он будет стоить 135 тысяч, по-моему. Вот он будет столько стоить. То есть сейчас мне меньше потребуется, потому что у меня еще, в общем-то, икар дороговат получился. Вот. Поэтому можете на мастодонте долго-долго летать. Он, в принципе, за счет того, что достаточно маневренный, можно на нем хорошо рассекать. Так. Далее. В ремонтном цехе, если посмотреть, у меня все турили стали МК-2 импульсные. Импульсные, на самом деле, сейчас пока нагибают эти турили. В принципе, в принципе, я сейчас покажу вам тактику, которую использую. И, возможно, она вам понравится. И, в общем-то, будете ее использовать. Значит, нужно 2-3 импульсных. Вот. Совершенно неважно, МК-1 или МК-2. Просто МК-2 чуточку мощнее получается. И дальше стреляет. Вот. Ну, так, в принципе. Тут уже не так чувствуется разница. Просто, чем их больше, тем больше разница. Вот. Только так. Так же у меня вот эти ракеты МК-2 стали. Они стреляют дальше. Скорость полета быстрее. Ну, и мощность тоже быстрее. Больше. Так. Бортовое орудие у меня осталось все так же. Хотя я могу купить вот второго уровня. Вот. Но. Но. это не так важно. Потому что я бортовыми орудиями практически не пользуюсь. Так. Не обращайте внимания. У меня это взломано. В общем-то, это вторая тема, по которой я хотел поговорить. Я взломал игру на количество ракет. Потому что, честно говоря, я считаю, что по идее всего только в одной игре возможно, чтобы в как сказать, в рожке магазина было всего несколько патронов. это как еще он называется? Не Dead Island. Йохсель-моксель. Ай, я забыл, как называется. Да, Dead Space. О, я вспомнил. Вот только в Dead Space и вот в таких игрушках, в страшилках, в хоррорах, где пистолет, а уж тем более всякие дробовики и автоматы это просто как VIP-отношения, я не знаю, там какой-то вот просто манна небесная. Вот. Те, в принципе, использование пистолета это уже манна небесная и просто читерство. А уж про дробовик и какой-нибудь автомат с гранатометом я вообще молчу. Вот. Там, да, я согласен. Взламывать патроны это не совсем верно и только чисто по фану, если играться. Вот. Здесь же, когда у нас есть трюм, да, и где он тут? Вот. В трюме, да. И в этом трюме у нас, кстати, в трюме иногда появляются боеприпасы. И эти боеприпасы после того, как израсходуется основной ресурс, который есть у корабля, оттуда подхватываются. Но вот фишка в том, что получается, что у кассетных ракет у них вот тупо кассета есть одна на шесть выстрелов и все, и хоть убей. Вот. Я считаю, что это неправильно. Если у нас есть трюм, соответственно, в трюме может быть дохера оружие, вот, и это даже красочнее будет взрываться, если нас подорвут. Вот. Поэтому у меня сто ракет. Вот. Я их обезлимитил. Вот. В любом случае, даже если у меня их 24, выпускается у меня их по 4, соответственно, это 6 запусков. 6 запусков ракет. Давайте куда-нибудь слетаем и, собственно, покажу, что же нужно делать. Такая вот фишка. Врагов там двое. видимо, два больших. Значит, из оружия у меня импульсное и 6 залпов. Я буду использовать сейчас 6 залпов. Естественно, когда вы будете играть честно, вам будет, в общем-то, понятно, что 6 залпов вполне себе хватает. Значит, у нас есть, как я сказал, 4 импульсных пушки. Они у нас сейчас активируются при встрече с врагом. Вот. Всего 2 корабля. Возможно, там 2 здоровых корабля, на которых, наверное, 6-ти залпов и не хватит. Ну, ладенько. Значит, залповые пушечки у нас получается на... Упс. Я вообще вообще ничего не делаю. Матоглав снесен. Один. Нажимаем ШИТ. Тут толстенький. Вот, еще один. Нажимаем Е. Лад. И начинаем ШИТ. Ракеты полетели. Пунь. Бронилки, да? Бронилки, да? Пунь. Вот, сколько? 2 ранга, прилагаю с ракетой. И тебе если так и настроиться выписать раны четыре ракеты. Ну, молотоглав в общем-то... То есть... Сколько я получается? 3-4 раза использовал эти... ракеты, которые, в общем-то, выстреливаются на 11 километров. плюс у нас есть 4 пушки. И вот таким вот образом можно, в общем-то, все дело спокойно уничтожать. Боеприпасы мы закинули. Вот. В принципе, они у нас там будут висеть, лежать. Вот. чит-кодов на бога там, на бесконечные силки и там подобного у меня нету. Нет, бесконечные ракеты. Ракетницы использовать те, которые... те... Рои вот этот, которые 6 ракет выпускают. В принципе, можно, но они настолько слабые и недальнобойные, что в них нет никакого смысла. Если хочется вблизи пострелять, то это нужно использовать вот эти вот импульсы, которые сейчас вот уже я и стреляю. Вот. По уровню, насколько я помню, вот этих импульсов уровней 4-5, наверное, так. То есть, если вот мы сейчас перелетим в другую галактику, а я, кстати, гипердрайв ты купил, вот, то я думаю мы с вами все равно спокойненько купим себе что-нибудь новенькое, новое уровня. Так, салвари до отлайсия уже все себе как видите понабил. Так, донорские органы. полное вооружение. точка игрока. Ставьте в бане. Так, кто мне там пишет? Ребята, фу-фу-фу, кто их делает? А, этот не знает, что я играю. Так. тут я всех разбил и опять-таки я сюда прилетел наглейшим образом с ракетами. Ой-ой-ой, тихо. крысо-фу-фу-фу-фу-фу. А, картинские поиски. Какой вы милетчик? Они не в доме, и я не могу их восхищать. Я не помню название, которое я дала. Я была... Ты помогла мне. И теперь я вернусь. Я анализировал этот пассажир для возможных улучшений. И есть две, которые я могу приобрести. Боустер-эффициентность может быть легко увеличена. Восилитель или отражатель? Давай отражатель. Для этого я должен анализировать мои революции. Окей. Акцелерировать в субботу. Куда дальше-то? Ну, давайте к воротам тогда двинем. Стеларная мапа. Не плагаю. Рядышком. Ааа, лонтотая. Мантопо шанталенто пукотанта ринга. Жанто вэля паттайя. Мантоко бамда. Вдохновенный хейл. Вдохновенный хейл. Эх, пойдем! Какой сковорот. Спитаю! , я не знаю, не знаю. Это да. Но скорее там все ждут уже. Ну, мы сейчас с вами протанёмся в другую галактику, или созвездие, не знаю, как это назвать. Так, бедствую. Вот это. Четыре полетели. Сейчас в другого попадут. Я случайно, брат. А, говно вопрос, чувак. Если бы не ты, конечно, я бы уже долетел куда надо. Так. Ну, вообще, как видите, очень даже техничный кораблик. За счёт того, что турили хорошо расположены, они хорошо всё срезают. И действительно, основное оружие, как таково, пока не нужно. Благодарю. Как-то вот с этим было. Хоть разок-то надо прийти. Ой, ёшкин кот. Чё у нас тут пока-то. Стилы мят. А, это, типа, телепорт туда. Так, станция для гильдии наёмников. О'кей. Иди в задницу. Ох, твою мать. Ох, твою мать. Ох, твою мать. Это, конечно. Очень круто, на самом деле. Но такое напасть. Ох, твою мать. Более. Ох, твою мать. Ой. Чувак, сорян. Сорян. Я тебя не заметил. Эй. Да что ты, вот так много-то тут. это конечно был эпик такой наткнуться ёшкин кот и ёптить это разве было 13 турелей охренеть просто не я такого не помню я только мантикору вижу помню сколько стоит 16 ладно 17000 охренеть дредноут и это самый маневренный угораю что ли ей к так вот давайте смотреть вот она импульсная турель до 3 уровня уже 3 600 скорость урон 39 в соответственно урон в секунду 67 класс так а вот это ракета стреляет дальше быстрее и мощнее причем на 110 урона на 112 но на это пока у нас естественно нет денег так какая у нас вот это да протонная пушка нейтронная протонная пушка это то что у меня до 06 у меня 06 у меня 07 по-моему тахионная пушка так единственная ческока 40 штук давайте возьмем чё б нет чё б нет тут мы дело продаем так по защите давайте смотреть керамическая броня щиты у нас прожать или до компоненты усилитель это у нас ускорителя до гипердвигатель у тысячу херась но мы возьмем этот нам нужно побыстрее промышленный захват так тут все так же да это у нас специальный щитобой продаем нафиг не нужен да принципе да но явно делать нечего на мантикору когда накопим и сюда на ней припремся тогда можно будет поговорить а сейчас я чувствую пока рамы а сделала что она она а она 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 я она Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 У меня от трюма забит. Так, что делаем дальше? А вон как бы это упырище. А вон как бы это упырище. Субтитры убил. Все работает. Где? Скантер. Сканни. Тихо! Тихо! Фашист беру на ту Ох Ох Да Да Вдох 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 Не много права Вдох 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 I'll have to work something out, but there's politics involved. That's how you end up dead. You don't have much of a choice anyway. Let's meet our eyes. Ладно. Ок. Чуть отнадо. Эээ, тихое местечко. Stellar map. Насколько оно? Тихое. Так, игра мне задолбала туда-сюда. Это... О! Accelerating to sublight. Это база. Соответственно, мы сейчас все туда сходим. Engines at maximum. Ну ничего, как корабли. Реально классный. За счет турили, правильно расположенный. Я, по-моему, постоянно буду это повторить. Правильно расположенный турили, он реально крут. Вот. Вот это, правда, главное орудие, какой-то очень, на мой взгляд, странно. Ну, ладно. Чего? Как бы... Один раз плюнуть можно. Вот. Вот. Но ракета... Как вы видите, ракета покруче будет. Вот. 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 А гипердрайв, вот гиперпрыжок, да, вот, который мы совершаем. Почему нужны движки покруче? Ну, быстрее движется, как вы помните, в записании. Вот. Я тут пытался догнать некоторых пиратов, пока они были в гиперпрыжке, а я их догнать не смог. У нас одинаковая была суть. То есть надо на перерез идти. Это не всегда удобно. И не всегда знаешь, как он движется. Хлорида или Хлорида? Типа Флорида и Хлорида. Так. Рынок. Всякую бяку продаем. Ух ты. Так. Видите тут все и старенькое у нас. Так. А, кстати. Щит можно новенький взять. Нормальный. Броня у нас новая. Отражатель. Давайте отражатель. Я им никогда не пользовался. Пусть будет. Так. Посетим-ка бар. Так. 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 Давайте. Наймем. Ну и отлично. Окай. Большая заварушка. Куда нам. Энжины в максимуме. Экцелерируя с сателлайт. Экцелерируя с сателлайт. Экцелерируя с сателлайт. Я прям даже не знаю. Реально ли это будет среднее. Или это будет... Ох, среднее. Эх, прям норм. Сонистор предлагает купить. Сонистор. да ну и все равно в тайване собираюсь в тайване так лейтненько это мусор у меня все морм сейчас учет по моему это с вами уже проходили в норме правда корабль тогда походишь ух твою мать я на что же таки это не может случиться ух 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 и Я не знаю, что они здесь. Конечно. Прям попал. Нуу, я так собираю, ребята. Вы считаете, что это нормально? По мне никто не стрелял. Ничего страшного не произошло. Компания. Сканнер. Сканнень. Что? Сканнер. Сканнень. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 а если вам нужно чтобы все ну по максимуму турили исполнить впереди надо идти ромбом как еще одна . давайте еще а ну близко сейчас нам надо языка да и карты меня удивляет и и и и и и и и и Ооо, хорошо его упал еще пробило, ааааа Класс Видимо иногда можно использовать Торпедные барашни 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 Сон顔 Торпедные барашни Торпедные барашни Торпедные барашни Ты меня сбрасываешь! Что ты сделаешь? Я тут уже всех перебил. Ох, господи. Ну, пока не средне, пока легко. Легко это, наверное, когда... Когда... Что ты там стреляешь? Когда корабли лукаются. Орешки. Вон он, большой корабль. Да? Да. Флагман джестера. Так. Скатер. Скатинг. Так. Верховный уровень зелёный. Вот, будем сейчас... Ты, который вызывает так много проблем. Миссили вновь. Возвольный хейл. Миссили вновь. Ну, я... Встретим. Конечно, мощно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть так Собственно до следующего раза В следующий раз продолжим Будем дознания проводить В отношении данного капитана Все, до следующего раза Покеда